В первый официальный рабочий день нового года губернатор Виктор Толоконский провел большое совещание. В нем приняли участие члены правительства, депутаты законодательного собрания, руководители краевых учреждений. Глава региона кратко подвел итоги ушедшего года и поставил задачи на предстоящие. Важно уделить особое внимание распределению бюджета и привлечению инвестиций, мобилизовать ресурсы для развития региона и повысить эффективность управленческой деятельностью, отметил губернатор. Для этого необходимо провести оптимизацию, но это не значит, что нужно сократить расходы. Суть в том, что за те же деньги в этом году власти должны сделать больше. Кроме того, остается актуальной задача увеличения доходов бюджета. Я помню такое тревожное молчание и неприятие аудитории, когда я в прошлом году говорил о 100 миллиардах за 6 лет. При этом, имея до этого 5 лет нулевого роста, с 2010 года бюджет Красноярского края не прирастал ни на сколько. И тут я сказал, прирастем на 100 миллиардов в годовом исчислении. Прошел один год из шести, 21 с половиной мы имеем. Кроме того, в ближайшее время должна быть закончена работа над стратегией развития региона, важнейшим документом для всех жителей края. Если мы не показываем сами себе и людям день какой-то отдаленный, завтрашний, стратегия, это как раз все-таки долгосрочные периоды, то мы по-прежнему продолжаем поддерживать в состоянии неопределенности. Это для многих важно. Те, кто сегодня собираются заключить правду, должны знать, они ипотеку могут взять или нет, как будет развиваться рынок труда в крае и будет ли у них эта работа. Рынок труда должен получить больше рабочих мест, заявил губернатор. В крае планируется увеличение добычи полезных ископаемых, разработка новых месторождений и развитие существующих предприятий, а также наукоемких производств. Губернаторам четко обозначена задача наметить на карте Красноярского края места для создания новых, перспективных, потенциальных, современных производств. Первое, что мы сейчас сделаем, это совместно с руководством крупнейших компаний разработаем планы по увеличению производства, а следовательно и увеличение налоговых поступлений как от прибыли предприятий, так и за счет создания новых рабочих мест увеличится налог на доходы физических лиц. Послание губернатора затронуло все сферы жизни. В сельском хозяйстве нужно уделить особое внимание территориям, где слабо развит аграрный комплекс. Министерству здравоохранения поручено продумать перестройку работы поликлиник. Необходимо наращивать производство строительных материалов, ведь в ближайшее время регион, особенно Красноярск, ждет строительный бум. Ведь в нынешнем году начнется строительство первых объектов универсиады. Поэтому уже в ближайшее время нужно провести все торги, чтобы не упустить ни одного теплого дня на проведение работ. Пристальное внимание уделят в этом году и дорогам. Нам предстоит увеличить объемы дорожного строительства. Здесь мы еще в этом году должны добавить полмиллиарда на муниципальные дороги внутри границ. В прошлом году миллиард был, сейчас полмиллиарда, но эффект его будет почти такой же, потому что миллиард был с Красноярском, полмиллиарда без Красноярска. Только поделить на остальные территории, это будет почти такой же прирост, как был в 2015 году. Также губернатор порекомендовал повысить финансовую самостоятельность муниципалитетов, обеспечить устойчивой связью отдаленные территории, пересмотреть схему авиасообщения в крае. Это лишь часть всех задач, которые поставил глава региона. Работа предстоит большая, но эксперты уверены, у края достаточно ресурсов, чтобы добиться успехов. Счетная палата вообще проанализировала прежние выступления губернатора. И очень важно, что мы оценили, насколько планы, которые строились в 2014 году, были выполнены. Помимо эффективного расходования средств, помимо системы управления, необходимо, конечно же, изменить структуру. Саму структуру управления финансами, структуру управления имуществом, структуру управления теми резервами, которые у нас существуют. А резервов, вы услышали сегодня сами, у нас более чем достаточно. Кроме того, Виктор Плаконский рассказал, что на этой неделе его ждет встреча с вице-премьером России Аркадием Дворковичем. Ключевые темы обсуждения — подготовка к универсиаде, проведение Красноярского экономического форума, программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Анна Московских, Севолод Никитин, Александр Ермошенко. Новости.